Всем привет! Продолжаемый маскарад вампиров. В прошлой серии, получается, съездили в мой особняк Граунта, кучу всякой разной наркомании увидели. Увидели на входе убегавшего оттуда... Родригеса. Родригеса. Да, и нашли, собственно, обугленные останки Алистера Граунта. Вот, и возвращаемся к Князю на доклад. Еще так же проходили этот лабиринт, который был добавлен в новом патче, там. Наркомания таяща, конечно. Вечер добрый. Что-то горит. Пахнет спалеными гамбургерами. Ой, не обращай внимания, мне надо увидеть из Лакруа. Конечно, я вызову лифт. О боже, может сбегать за двойным гамбургером с луком, сыром, ветчиной и соусом гуакамоле. Мне кажется, тебе хватит. Спасибо. То есть он намекает, что от нас дымком попахивает, да, просто? Подгорелым. Под копченым мяском, да. Под копченым, да, вампир. Ну, вампирчик. Ну, здрасте, здрасте. Да ладно, можешь сесть. Я ясно дал понять, что тебе не стоит возвращаться, пока он не ответит. Граунд мертв. Граунд мертв? Как? Так, а этот тип, Бах, поджег его дом. Чуть не убил меня. Бах! Каждый раз надеюсь, что он потерял след. Похоже, Бах убил Граута, чтобы выманить меня. А тут, собственно, нет третьего, да, ответа? Да. Придется сдать Родригеса. Придется, да, сказать, что там мы видели на самом деле. Ну, первое. Ну, а если второе? Хамство. Хамство, да. А третье, как бы, вроде бы мог, а вроде бы не мог. Третье, это ты свалишься на Найса. Первое, ты просто проконстатируешь факт. А, ну, в принципе, да. Давайте тогда, что видели, то и скажем. Ну, когда я пришел, я видел, как из обняка выходил Найнс Родригес. Посмотри на меня. Это правда был Найнс Родригес. Ведь если да, то последствия. Ты понимаешь, к чему это может привести? Ты хоть немного соображаешь? Не, ну, это определенно был Найнс. Че? Ну. Да? Мистер Драма. Хамство однозначно, да? Хотите, чтобы я нашел и убил? Нет, ну, тут один только больше всего подходит как-то. Да, это был Найнс. Это может означать войну с анархами. Ну что ж, в обычных обстоятельствах я бы немедленно объявил на убийцу кровавую охоту. Однако анархии этого города воспримут подобные действия как объявление войны. Мне не нужна война. Нужное решение требует время. Мне надо посовещаться с Советом Первородных. А пока я принял решение по поводу анкарского саркофага. Я верю, что ради безопасности жителей этого города мы должны поместить саркофаг под надзор Камарильи. Пока не узнаем, что внутри. Тебе уже довелось доказать свою незаменимость. И, в отсутствие иных свободных кадров, я доверяю доставку саркофага тебе. Его отвезли в Музей естественной истории пару часов назад. Подождите, а... Это что такое у нас было? Так, подождите, а... Позволь мне закончить. Согласно декларации, на борту была небольшая коробка с этих же раскопок, но она помечена как пропавшая. Смотри внимательно. Возможно, ее проглядели. Жизненно важно, чтобы мы получили саркофаг в течение ближайших нескольких часов. Да, вот второй вариант. Второй, да, получается? Со всеми этими заданиями я уже... Поддержался, да. Это что, значит, типа, закончил это что-то? Нет. Ну, здесь, да, некорректная формулировка, но это развод на деньги, по сути. Да, конечно, вот. Возьми. Нельзя, чтобы один из моих представителей не был должным образом... Экипы потратил. Да. Спасибо, это позволит мне быстрее доставить вам саркофаг. Вот ключи от парадного входа в музей. Саркофаг должен находиться в каком-нибудь помещении для исследований. Там есть небольшой штат охраны, но я не хочу резни. Обмануть смертных не сложнее, чем убить. Вопросы будем ему задавать? Ты хочешь его о чем-то спросить? В принципе, не особо. Тогда ты готов идти? Я готов идти. Это задание определенной степени срочности. Действуй быстро. И, как и на Дейн, не открывай анкарский саркофаг, какой бы ни была причина. А теперь извини. Ясно. Мне интересно, а можно было его открыть? Так он же был открыт. А. Так, князь будет признателен, если вы заберете анкарский саркофаг из музеи естественной истории, принесете ему на хранение, а также сделаете это без жертв, если возможно. Ну, получается, в прошлом задании, когда он нас отправлял на корабль, нам надо было там вот найти этот саркофаг, как раз таки. Мы по камере... Ну, во-первых, на самом корабле было все в кровище, там осталось всего лишь несколько копов, которые его охраняли. Сверху до которых просто никто не дошел. Да, вот получается, мы посмотрели на него с помощью камеры слежения, увидели, что там куча трупов вокруг, и он был приоткрыт. Ну вот. Так, музей истории, да, нам нужен? Музей не помню, с какой стороны. А туда не ехать надо? Да, мне кажется, вот он, нет? Да, посмотрим. Куда? Хочешь прокатиться? Нет! Вон музей. А, музей, да. Ну что, сразу поедем тогда? Ну да. Ну ладно, поехали сразу. Я напомню тебе, что там статуэтка, тотем, фетиш. Фетиш для пища. Еще нам вот это трупоед-вампир пишет, давал задание на два предмета найти. Она говорила, что он в музее. Да, она говорила, что он в музее. Так, чисто меня тут подожди, да? Давайте хранимся. Ну, а локация все-таки как-никак. Я помню, что мне очень не нравился музей. Из-за непредвиденных, но удачных обстоятельств проекты Мадам Элиотты были перенесены на пирс Санта-Моники. Ничего не знаю, что это записка значит. Первый раз я, кстати, здесь вижу. Ага. Так, здрасте, а у меня в музей-то можно? Можно просто так пройти, да? Ну, я чисто так посмотреть там на всякие статуэтчика. Да, мужик, тебя не смущает. У тебя вот каждый день вот люди в... сколько, в 2 часа ночи по музеям лазают. Слушай, а, кстати, какая... Здесь камера. Я тебе просто сразу информирую, что да, здесь камера. Где они? Слышу, что она... Да, слышно. Где они есть, я тебе сказать не могу, но... Ну, жужжат. Так. Пожарный выход. Я кажется, когда проходил, у меня ключа не было. Ну, потому что ты балабулку свою недостаточно, может быть, разработал. Ой, привет. Камера. Ну, я смотрю, как где-нибудь можно включить? Извините. Чертовски смешно. Надо... Усрачки из пугалуборщиц. Ты до усрачки напугалуборщиц. А теперь ты не можешь оттащить этого проклятого ящера обратно на выставку. И да, кончай терять везде свои ключи. Или маршал уволят твою задницу. Уже потерял. Так, давайте проверять. Это у нас что? Это у нас ход в музей, да, получается? Ну, давайте немножко поувереннее пойдем. Пока ни хрена не видно все равно. Ни камер, ни... Никого, в принципе. Вообще никого не видно, да. Кто-то там скулит на заднем фоне. А что, получается, мы просто по кругу, да, прошли? Или нет? Проход на крышу. Проход на крышу. Который нельзя пройти. На хрена вывески делали непонятно, да. Это мы куда-то играли. Да дверь сами открывают. Что тут? Сквозняк. Сквозняк. Ты видел, как он торчал? Вот! Что? Ну, мы же мастера этой скрытности и все дела. Так, похоже... Эти сраные коридоры, когда они закончились. Вот теперь я, наверное, по кругу прошел, да. Да. Еще одни ключи. Динозавр сраный, блин. Блин, ну, наверное, нам повыше надо забраться, да? Ну, я думаю, что это не единственный путь. В принципе. Кстати, это вообще-то боевая зона. Ну, да. Может, тут просто всех похерачить? Минус дупочки. Тебе Лакруа что сказал? Ну, да. Ой. Опять же, по сути, ты их можешь просто даже оглушить, и это не будет считаться убийством. Оглушить. Присутствием, сделай кусь, там... Ну, наверх ты мог идти. Хотя, опять же, ты же пони... Ой, нет, не мог. В другой стране, ты же понятия не имеешь, куда тебе погулять. Айфонные трубки. Ну, это мы, получается, типа, все, провалили, или... Нет, главное, никого не убить. Главное, никого не убить. Ну, бегать от них мы можем. Да, они, в принципе, не очень умные, походу. Да, закройся ты. Ух ты, какая пуля вообще. Красиво. Так, что по компам, тут ничего. кажется, дверь открываю, да? Опа, зачаточная. А здесь, значит, наш замок. Отлично. Ну, вообще, мне не очень нравился музей, потому что нифига не понятно, куда вообще идти, что здесь делать. Эй, куда они надо искрыться? Вот и что, блин, с ними делать? Эй, циколь не стоишь! Вас заметили. Вот, камера? Да. Ага, двери здесь простые. Здесь книжка, кстати, мне нравится. Книжка? Хрен, так мы чего скучим, да? Тебе уже камера, я думаю, не сильно должна беспокоить. Наверное, тут еще, по-моему, какая-то дверь должна открыться. Вот здесь, скорее всего, фетиш. Нет, какая-то папочка. Ключ от мастерской. ничего не вижу, что тут можно взять, да? Да, потому что нет. Но здесь комп. Да, посмотрю комп. Почти. Моя работа отстает. Чувак, мы тебя понимаем. Статуэтка. Так, вот, да, да, да. А, статуэтка. Расставьте вами, я попросил перенесить статуэтку в другую комнату. И да, она велела передать тебе привет. в соответствии мы изменили код доступа в секцию B2 на 2358. Запомним? 2358. Изменяешь суперсилу немедленно. Ага, извините, нас не стреляют. 2358, да? Статуэтка у нас в другой комнате. Ооо, теперь покажется совсем жопа. здесь, нет? Статуэтка, статуэтка. Вот она. Идл статуэтка. Ты, по-моему, побежала назад. Нет, у меня нет. Ну, пытайся. Все-таки правда надо. Ну, давайте по зеленой полоске пойдем. ой. Что-то их надо здесь. Самое непонятное, что там. И много. Хрен знает, Ага, 2358, да? Да. 2558. Просто вообще на спитах такие. Да закройте дверь. Прибежал какой-то хрен моржовый. Ага. Нет, стреляют все вон. Ну, кровь надо бы выпить. Немножко, чтобы было бы на всякий случай. Воу. Это что такое? Думаю, тебе уже без разницы. Ха-ха-ха. 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 без разницы. Эй, стой, где стоишь. Пусай его. А тут камера нет? А, в принципе, это была. Это была зона. Да все, просто отпускай его, чтобы он постоял. Вот кровь. У тебя есть другие дела, пока остальное хранится. стой, не стой. А, почему? Ну, потому что это... А карточки-то у меня нет. А куда она делась, карточка? Мне кажется, тут надо дверь открывать, нет? Мне кажется, может уже попереубивать их все-таки. А у тебя есть какое-то присутствие, навык или еще что-то это вроде? Стой. Нет, и оглушают. Да хрена узнает, что делать, блин, там... Я на самом деле карточку подбирал какую-то. Ну, вот именно. Видимо, может быть, код блокируется, потому что я под этим нечаянно как-то. Что звучит? Лазер. А почему он не дамажит? Ну, потому что он не дамажит, он просто вызывает охрану. Это охранный лазер. Мне кажется, это уже бесполезно. Да, как же дверь-то открыть? Просто убиваю всех и делай спокойно. А, прежде уволен. Откуда он тут взялся? Ну, с чувака, походу, выпало. Которого ты только недавно покушил. Да, это какой-то как-то скупой-то как-то не получилось. Очень такое. Но на самом деле я именно за это не очень люблю музей, потому что нифига непонятно. Так, получается, что у нас сперли уже, саркофаг? уже сперли. Не могу понять, зачем кому-то понадобилось красть гроб с каким-то древним другом. Ну, давай, дам тут постоим, потрендим, скучно. И чё, что там куча охраны. Ну, действительно, кого-то было. что ты здесь делаешь? Я археолог, так что решил не отказывать себе в удовольствии и незамедлительно приступить к изучению ангарского саркофага, о котором столько говорят. Я полагал, основываясь на прочитанном, что там находится мумия месопотамского царя. Мне нужны были подтверждения. Бекет, как ты сюда вообще в принципе попал, учитывая, что все двери закрыты с обратной стороны? Удалось его осмотреть? хотел бы я это сделать. Все эти домыслы о том, что внутри саркофага патриарх и он предвестник гиены заставляют меня кривиться. Все это смехотворные, суеверные предположения, которые я обязан разоблачить. Это уже археолог, историк, что-нибудь наплелом до его впустили. Патриарх? Те, кого я знаю, никогда с ними не встречались, но считается, что у истоков каждого клана стоит изначальный вампир патриарх. Некоторые клянутся, что прародители до сих пор существуют, но вообще-то сородичи и смертные верят во множество странных вещей. Слушай, ты тут на самом деле заметил, как сильно накладывается вселенная вампира на реальную жизнь. Типа, да, конечно. А Гиена? Армагеддон, судный день, смерть для всех сородичей, общая грань всех мифологий, это страх перед концом света. Многие верят, что Каин и патриархи когда-нибудь вернутся и поглотят или уничтожат всех сородичей. Я всецело с этим не согласен. Почему ты не согласен? Как я уже говорил, во многих культурах заложен страх перед апокалипсисом. Сородичи верили в эти предания, еще будучи людьми, и соответственно перенесли все это в мифы сородичей. Но обычно даже не требуется сверхъестественного, чтобы вызвать широкомасштабное разрушение. Люди и сородичи сами могут справиться с собственным уничтожением не хуже любого бога. Гиена спровоцированная нами самими более вероятна, чем вызванная богом. Ты не согласен? Так я аргументирую. Но, как правило, для глухих. Он про слабокровных. Не можешь еще побольше рассказать о слабокровных? У слабокровных редко проявляются способности и силы их клана. Некоторые не могут обращать. Поговаривают, что некоторые из них даже могут рожать. Сородичи побаиваются, что слабая кровь предвещает вырождение кланов. Несколько невежественная и примитивная реакция. Ты так не считаешь? Давайте послушаем, кто такой Каин. Согласно Библии, Каин один из первых сородичей и основатель мифического города Енуха. Место, где сородичи и смертные жили в мире. Полагаю, Каин всего лишь олицетворяет переход от кочевого образа жизни к аграрному. Этот миф, как и многие другие, исказило время. Существуют ли другие преднаименования гиены? Какое пророчество не обходится без туманных и сомнительных знамений? Посмотрим. Обычно упоминают увеличение числа слабокровных, явления Каина, смерть, мрак и так далее. Потрясающее познание. А как давно ты изучаешь миф сородичей? Уже 300 лет я пытаюсь определить смысл нашего существования. Роль сородичей в этом мире. Меня не удовлетворяют ссылки на сверхъестественное деяние вроде библейского воздаяния. Мы существуем. Зачем-то. И пусть я потрачу еще 300 лет, но я узнаю зачем. Есть соображения? Ого, что-то повысило. Обучение. Можно было просто закончить и ничего тогда не получилось, да? Следующая ступень эволюции человека. Ну, ладно, первый выберем. Мы все хищники, подобные львам. Да, я уже слышал об этой теории. Безусловно, весьма правдоподобно, хотя мало что ее подтверждает. И все же, это лучшее объяснение, нежели божья кара за брата убийства. Честно говоря, не знаю. Я чувствую то же самое, но оставим это на потом. Причина находиться здесь растворилась в ночи, и я поступлю так же. до встречи бэкет. Но хоть идти назад не придется. Учитывая, как ты шел сюда, я думаю, получилось бы не очень. Ну да. Очков нам дофигово, 25 аж. обучение, он нам прокачал, получается? Где она? Ты практически в нее тыкал. Вот она, да. Ну да, эрудиция уже почти на максимум. Давайте расскажем во всем, что видели князю. Простите, немного задремал. Ох, мне нужно староживое животное, чтобы будило меня, когда заходит народ. Может, шимпанзе, как в сериале Обезьянь и детектив? Хе-хе-хе, эта макака всегда обжуливает. Просто вызови чертов лично. Чего? А, да, мистер Лакруа ждет вас. Для такого юнца он работает допоздна. Лично я провел свою молодость в индустрии развлечений. Да, охранял съемочные площадки более чем шести топовых телешоу. Лучше нам поговорить позже, Чанка, извини. А вот же задал болта. Есть такой тип людей. Интересно, можно как-то не сказать, он просто нам лифт вызывал и все. Большой какой, Здрасте. Парадокс лидерства в том, что независимо от того, что ты делаешь, за твоей спиной будут толпиться сотни убежденных в том, что их решение было бы более здравым. И что твое решение лишь побочный эффект от наугад пущенной стрелы. Я объявляю неугодные приговоры и сношу нападки критиков. Я принимаю решения, которые больше никто не примет. Я ношу камень на шее и мишень на груди. Каждый в этом городе уважает вас за мудрое руководство. У меня уже есть набор лизоблюдов. Мне нужны адъютанты, которым можно доверять. Вас и так все уважают. К чему все это? На Найнце Родригеса будет объявлена кровавая охота за убийство Алистра Граута. Наказание Родригеса лишь вопрос времени. Я запалил фитиль. Если вспыхнет война, то именно мою голову они захотят поднять на пике. По крайней мере, я могу расслабиться, зная, что ты, мой самый многообещающий служитель, снял сегодня с моих плеч тяжкую ношу. Тебе нужна помощь, чтобы доставить саркофаг в мой кабинет? Ой. А саркофаги кажется, его украли. Или прям уверен так? Ну, давайте, а саркофаги кажется, его украли. Украли? Украли? Как? Кто? О, Гарри. Гарри, подлый ты, червь. Следовало предвосхитить твое коварство помойная крыса. Гарри? Первородные на Сферату. Именно на Сферату выяснили, куда саркофаг отвезли после Дэйн и раздобыли ключи от музея. Они единственные, кто знали. Теперь это для меня очевидно моя ошибка. Но ведь... Я хочу, чтобы его нашли. Хочу его найти. Саркофаг могут использовать, чтобы вызвать в этом городе неизвестную катастрофу, если он попадет не в те руки. Да, четвертый очень интересный ответ. Ну, удасти в этом дело, я ухожу. Ладно, я поищу этого Гарри и Саркофаг. На Сферату шнырят в нечистотах под улицами Голливуда. Но даже мне неизвестно, где они прячутся. Голливуд, к сожалению, не предан комариве. Барон Голливуда анарх по имени Айзек. Айзек более цивилизован, нежели анархи Даунтауна, но все-таки он насквозь пропитан недоверием ко мне. Может быть, он знает, как связаться с Носферату. Найди Гарри и заставь его говорить. Этот саркофаг может быть использован против нас. Не возвращайся, пока не найдешь его. А теперь я вынужден объявить кровавую охоту и принять на себе удар последствий. Выведи недовольны. Какой князь вышифрил нас просто из своего кабинета. Кстати, ты не хочешь сходить в Last Round? Да, сейчас в Last Round именно. Да. А что там мы не закрыли? Посмотреть на Найза. А, ну давайте сейчас действительно. Так, сейчас почитаем, чем этот эпос по анкарскому саркофагу. Княжи нужен саркофаг. Прямо сейчас. Шаг 1. Найти Гарри князь посоветов поговорить с Айзеком Амросом, бароном Голливуда. Айзека можно найти в его ювелирном магазине. И вы нашли дописать татуэтку идола из музея. Вам также необходимо раздобыть книгу из засыпника Джованни. Так, вот Голливуд у нас получается третий город открылся, да? Пока мы туда не пойдем, давайте вот тут как раз Фиша рядом у нас. И больше не нужно ходить окольными путями. Надеюсь, что с этой стороны проход открыт. Да, открыт. Так. Ход, ход, ход. Нет? Ох. Открыт. залезть бы только туда еще. Отлично. Здорово. Я эту статуэтку нашел. Я принос ту вещь из музея. Да, это подлинник будет мне полезен. Что-то доносится оттуда. Шепот. Взамен я даю тебе это. Ее называют чашей ненависти. Она набухает от пролитой крови и дает своему владельцу выжимать ее. Отлично, я вернусь и надеюсь еще что-нибудь. Получается, дала нам предмет чаша ненависти. Будучи извращенным плодом работы мастеров плоти дземисти. Это существо цемиску. Почему здесь их написано, как я даже выговорить это не могу, дземицы. Ну ладно, это существо обречено на вечное и мучительное существование услужения у проклятых. Когда вы убиваете врагов, чаша наполняется кровью. Используйте чашу, чтобы пить из нее накопленную кровь. Это существо. Да, это существо. То есть получается объем врагов пополняется кровь. А я думал это просто ракушка какая-то. Так, что у нас еще есть? Личная домашняя безопасность от Сапчака. Руководство безопасности. Эта книга улучшает ваш навык безопасности. Это мы финансы не менее двух, да? Это читаем. Ну давайте что, финансы на два поднимем? Вторую книжку сразу. Тут что-то всего три очка. Ну пожалуйста. Но мне кажется совершенно бесполезный для тебя навык. Это по сути только торговля. Повышенные характеристики. Ну как характеристики. Ну как бы за одни очки качаем два навыка сразу неплохо. Какие два навыка? Ну за три очка качаем торговлю соответственно и и торговлю. Не и обучение. торговлю, чтобы прокачать торговлю. Да и хорош. Блин, этот люк не может быть пытается меня убить. Так, открылся. Я встал. Но вылезти я не могу. Какой-то очень хреновый быстрый быстрая дорога. Как бы не пришлось. Фух. ну люк, блин. Я уже думал застрянем. Так, да, действительно, можно сходить в клуб пространство, посмотреть, что там с Родригесом вообще, как дела обстоят. и еще мы кое-что вспомнили, что главный тремер, мы с ним разговаривали по поводу... по поводу чумы в городе, он нам что-то говорил про это все, давал советы, надо с ним сходить поговорить, может, что-нибудь подарит нам все-таки. Привет, новобращенный, чем могу быть полезен? Можно твое лысину потереть? Найдется пара пеношелся, конечно. А мне есть те пара вопроса. Ну, на самом деле, видимо, закончился, Нужно было брать у него квест до того, как... Да, видимо, квест не взяли до того, как уничтожили чуму всем. Что тебе известно об анкарском саркофаге? Не больше, чем тебе. Но мне известно, что Лакруа чересчур сосредоточен на том, чтобы получить его. Его очевидная потребность в нем обнажает слабость, которую его враги когда-нибудь смогут использовать. Что, как ты думаешь, там внутри? Я не знаю. Хоть вынужден признать, что чувствую перемены в ночном воздухе, нечто неуловимое и в целом не слишком приятное. Возможно, прибытие саркофага предвещает нечто куда более ужасное. Более я ничего не скажу. Ну, мне пора уходить. Да, один квас пропустили мы. Ну, по сути, он дал бы либо деньги, либо какой-то тотем. Ну, тотем, который, наверное, всего крови уличил. Да, да. Ну, он в бою пригодился, на самом деле. Ну, что поделать? Так, здесь получается все, в ласт раунд еще забежать или это по другую сторону? Нет, все-таки в этом, да? Да, вот он. Отлично. Так, что тут у нас с Родригесом-то? Он здесь вообще или нет? нет, Ты жалкий уех, ты нарваешься, явившись сюда. Полегче, скелка. Ты указал на Найса, сказал, что он убил этого первородного. Я прекрасно знаю, что я дил. Да это хреновый прикол вокруг. Найс был с нами всю прошлую неделю, да он не мог там быть, чувак, его зебесто поставили, и вопрос в том, замешан ли ты в этом? Я не знаю, сделан это или нет, я знаю только то, что видел. Надеюсь, что тебя использовали в темную, но я поприсматриваю за тобой. Так, куда Найс сейчас делся? Вряд ли ты увидишь его, эта церемония расцвесется. Так, ясно нечто пород быра. Да, о ком? Да, в принципе, все, да. А чем Джек занимается? Как насчет Джека, чем он занимается? Он здесь лучший, праведный сторонич. Я был бы раз его активу в нашей войне, но это же Джек. Джек делает свое дело, и лучше не мешать ему. Ну, спасибо, мне пора. Так, у нас всех победим, что здесь нет. Да, ничего нет. Как дела? И что, ты не будешь откусывать нам голову за на это? Не надо. Видимо, они все-таки не уверены. скажешь? Нет. Слушай, ты лишь сделал то, что приснился. Всего лишь весит, правда? Пасечок. Да, хоть это понимает. Скелтер вас принес не так легко. думай, скелтере. Он как яркий щенок. Не укусит, пока не загонишь угол. Здесь частные аннули. Так думаю, что же произошло? влог на круатное объявление кровавой охоты на найса. Типичное грязное комаринское дело. Могу я здесь чем-то помочь? Ха-ха. Стребившим служим, да? Малыш, мы будем признательны, если ты просто продолжишь заниматься тем же, чем и обычно. Понял. Хорошо идет. Секундочку. слышал, ты ездил посариться по музею? Был дело. Лакруа так страстно хочет этот гроб. Ты видел, как он взвился, когда он там не оказалось. Ставку на этот церковат. Хоть его туреком завелись какие-то словные таракановы. Но почему? Зачем он ему так нужен. У меня для тебя новый сценарий судя. Готов поделиться с тобой. Ты как это не слышу про Диабли. Что это такое? Ну? это вампир говорит доступ другому более сильного вампира. Диабли это обычная практика шабаша. Но это большое это бог цивилизованных вампирских друга. и стоп удобно запрещено комарики. А почему это табу? Когда младший вампир реализует старшего, младший получает всю его силу. Ясно, вау. Так ты считаешь? Князь готов разнести Лос-Аншелес ради этой штуки. Как думаешь, почему? Что нужно амбициозному лакруа от спящего древнего? Захавать. Догадываюсь. Может, он пытается не дать ему попасть в нефтируки? О, Какой плохой это, да. Два. И что мне делать? Он хочет, чтобы я принесу саркофаг. Подумай сам. Капля древней крови сделает любого сородича практически неуязвимым. Любой, кто заполучит саркофаг, будет думать о том же. Если саркофаг получит лакруа, мы будем знать у кого. Ну, в принципе, да. Полагаю, да. Кроме того, добраться до саркофага и добраться до его содержимого две разные вещи. Ладно, не зря поговорила. Ну, в принципе, да. Теория джеков. Что князь хочет осушить древнего, который там лежит. Осушить. 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 Факсное какое-то слово. Захавать, сожрать, я не знаю. Кровь. Не полностью что он его съест. Осушить. Так, ну и что у нас, получается, остается? По поводу грязного? А что еще с грязным? Это, мне кажется, уже в Лаки Стар. Это как раз такие Голливуд и будет. Угу. Все хорошо. Все, отправляемся в Голливуд. А, еще, кстати, в Меркурию забежал. Мне что-то припоминаю, что кто-то продавал дробовик. А кто, не помню. У тебя нет дробовика? Нет, там прям такой крутой дробовик. Ты можешь еще в свою квартиру забежать. Ага. Партнер, что новенького? И при желании зайти за деньгами. Так, у этого... О, кстати, уже по 6 долларов ножи продаются. Вау. А ты такой Гарри Голден. Продаю морфи, аж 5 штук. Это что такое? Упаковка препаратов? Да. Может, выбросишь уже, наконец? Ну, пускай болтаются. Так, это вот Skyline, да? Да, она на Skyline. можно деньги забрать, конечно. Можно. Ну, не хочу в кухню, кто-то. Тут их ты и Митси как-то обозвали. вы уж определились бы шторы в описании. Так, а какой-то в 4-й, да? Где я жив? Где я жив? Да, я забыл. Я думала, что все сломалось. Угу. Это точно наша хата, да? Так, водительские права нам, наверное, не понадобятся. Это тоже сюда положим. Компьютер для бабушки тоже положим. Опа, здорово. Ты снова здесь. Я гуляла сегодня вечером, и я, ну, встретила одного парня, он не отставал от меня, и я, он пришел сюда со мной, и, ну, я подумала, тебе захочется выпить его крови. первое, что ли, выбрать? Да. Ты серьезно? И где он? Ванной. Я, я заперла его. Я сделала что-то не так? Я разберусь. Даже не знаю, пойду, глянь, что там. Где у нас ванна? Знаешь, вампиры иногда моются. Нет, подожди, этот же... Нет, это туалет. Что, все-таки ванна наверху? Еще сейчас, пока я не забыл, у нас есть холодильник, и крови до хрена просто скопилось. Ты понимаешь о том, что после того, как ты увидишь Голливуд, тебе придется ехать сюда, чтобы забрать эту кровь и почту что-то проверить. почту почитаю. Настолько чувак, блин. Ну, подумаешь, он здесь ждал тебя фиг знает сколько, думал, подожди, это еще не надо. Гамбит, девятое. Гамбит разыгран, король оказывается открытым. Какие-то странные сообщения, да? Не знаю, что они значат. Я думаю, что это про Лакруа. От Лакруа. От Лакруа. У меня есть определенный финансовый интерес к ресторану в Голливуде под названием Каваэти. Кафе, да? Я сделал владельцам заведения более чем щедрое приложение, но, похоже, они не горят желанием его принять. Насколько мне известно, очень скоро один популярный ресторанный критик, Томми Флейтон, будет писать статью о ресторане. Пожалуйста, перехвати его там и убедись, что его рецензия будет немногоприятной. Ага. Что за херня? Выпустите меня! Я убью эту сучку! Ну, у нас, в принципе, крови хватает. Угу. Можно просто отпустить его, да? Думаю, да. Слушай, моя сестра слегка не себе, я отпущу тебя, если ты все забудешь. Эта сучка меня сюда привела, вырубила и заперла. Какого хуя? Зачем так, блядь, поступать? Ну, потому что ты собирался ее изнасиловать, по крайней мере, она так скажет, копом. Так вот, что она намерена провернуть. Ладно, ладно, просто выпусти меня. Я хочу убраться от этой сучки подальше! Давай еще раз, я очень извиняюсь. Все, ушлепал. Ну, ничего криминального не случилось. У тебя рыбки и подохли еще. Да, они в таком странном аквариуме. Телек, кстати, работает. Гиркалмак! Ну, смотри, телек работает. Так, что, получается все в Голливуд? Да. Уже, наверное, сейчас доедем, будем заканчивать. давайте быстренько к Меркурио сбежим. посмотрим, что у него там по товарам, но... потому что в последний раз он только одни патроны продавал. Думаешь, что-то изменилось? здесь. Да я вот прям точно помню, что кто-то... так, это не туда, да? Что кто-то здесь продавал трубовик, вот кто, не помню. Не вот такой у нас сейчас, а скорострельный. Сохранимся на сейфе. Будет прикольно, если когда-нибудь сейф сломается во время. Куда-то направляюсь. Поехали. О, кстати, в музей еще можно попасть. Раньше нельзя было. Да, получается, для доп. квестов оставили нам доступ туда. Ну, на самом деле, мне кажется, зря они это сделали. Так, Меркурио, Меркурио, ты где? Тебе что-то нужно? Мне кажется, в том-то и прикол, что далеко не все квесты ты можешь выполнить в любой момент. На все есть в свое время. Ну, мы считаем, два квеста, наверное, проворонили. Ну, один точно. Вчера утром раздобыл Спас-15. Прочищен, смазан, так и ждет, чтобы проделать в чем-нибудь дыру. Интересует... Вот это у тебя память. Давай-ка посмотрим. Ну, он просто реально офигенный. Это не дробовик. Почему? Полуавтоматический дробовик. Хау. И патроны. Так, у него 18 стоит. Ну, я бы взял прям хорошо. И ради этого дробовика определенно стоит прокачать стрельбу. Ну, отлично. В Голливуду, так сказать, готово. В Санта-Монике ничего больше у нас хоть не надо было нам узнать? А мы? Вроде бы ничего. Нет, я не помню ничего. Тоже не помню. Слушай, куда в Голливуд? Куда? Куда? Просто поезжай. Так, интересно, сейчас сюда приедем, но никто по голове не даст? Не встречал тебя раньше. Значит, и Азик тоже. Так что тебе к ним. А где... А тебя, значит, зовут? Азик в ювелирном магазине в конце улицы. Считаю, что ты уже приглашен. А я туда и отправлюсь. Ну, вот мы приехали в Голливуд. Будем на этом заканчивать. В следующей серии тут осмотрим все, что тут. Так. Давайте. Здесь. Леги. Хорошо. Леги. Субтитры создавал DimaTorzok